На Поповичском мосту приступили к натяжению пучков на русловых опорах. Это сложный этап, который позволит восстановить несущую способность объекта. Он растянется минимум на три месяца. На переходе ежедневно трудится около 60 человек. Задействована вся необходимая техника. Строители работают как на самом мосту, так и под ним. По словам экспертов, этот объект сложнее Румлевского моста. К тому же, если Румлевский ремонтировали, переходя из зимы в лето, то здесь ситуация обратная. Впереди морозы. А вот подготовительные работы уже завершены. Старые ограждения демонтировали, тротуары и проезжую часть разобрали, вынесли все коммуникации. Через пару дней локализуют остатки гидроизоляции на мосту. Далее займутся устройством плиты по всему пролетному строению, чтобы усилить опоры. И самое главное, предстоит переформатировать всю расчетную систему несущих конструкций сооружения. Сейчас каждый пролет на мосту работает сам по себе. Он путем устройства монолитных участков будет объединены каждое пролетное строение. Расчетная схема, неразрезная так называемая, она обеспечит увеличение несущей способности моста в катастрофическом состоянии подферменники старая и опорные части. Поэтому проектом предусмотрена их замена. А чтобы поменять подферменники и опорные части, это надо выдомкратить каждый русловой пойменный пролет. Придется выдомкратить, приподнять и заменить эти опорные части. После того, как несущую способность моста восстановят, останутся элементы, которые выполнить будет уже проще. Это устройство новых тротуаров, перельных и барьерных ограждений, сопряжение, деформационных швов и проезжей части. О точных сроках окончания работ говорить пока рано. Параллельно с капитальным обновлением идет научное и экспертное сопровождение проекта. Продолжение следует...